За плечами каждого из них многолетний опыт, знание приманок и прикормок. У каждого свои хитрости, наверняка яркие рыболовные байки. Вот только последние годы для них неразрешимой остается одна загадка, где сегодня рыбаку можно спокойно закинуть удочку. За ответом Денис Ефременко приехал из Беловского района. Приезжаешь на пруд, подходят какие-то люди, непонятно, не представляешь. Я охранник, здесь ловить нельзя. А почему здесь ловить нельзя, что-то предъявить, показать? Нет. Ситуация повсеместная и, как оказывается, незаконная. С недавних пор в области есть четко определенные места под организацию платной рыбалки, которые и будут сдаваться в аренду. В Курской области на сегодняшний день выделяется квота для организации именно платной рыбалки только на четырех водоемах. Это река Сейм и три наших водохранилища. Те предприятия, которые хотят заниматься данным видом деятельности, они должны прежде всего оказывать услугу, предоставлять услугу, создавать инфраструктуру. Об этом пишут люди, которые к нам обращаются. Платный пруд недалеко от Курска. Обустроенные привады, места для парковки, собственный земснаряд. Та самая инфраструктура. Рыбак платит за время и за улов, если решить забрать его с собой. Но трофеи свыше трех килограммов возвращаются обратно в пруд, где обитают даже 18-килограммовые карпы. Забор, необходимость, принцип «все вокруг колхозное, все вокруг мое» по-прежнему преобладает у людей. Земля находится в собственности. И мы сюда планируем дальше вкладывать, так скажем, финансы. Но по возможности, все это, сами понимаете, трудоемко. Хотим сделать дорогу, все благоустроить ради наших рыбаков и подрастающего поколения. Воспитывать любовь к рыбалке у подрастающего поколения Дмитрий Золотарев. Уникальная группа внеклассного образования организована на базе 61-й курской школы. Занимается 18 ребят. Учатся не только рыбу удить, но также вязать узлы, ориентироваться на местности и многое другое. Но вот проблема – ловить негде. И тускрый сейм фактически закрыты для рыбаков. Зимой – это зимовальная яма, весной – это мерестилище. То есть фактически две трети сезона участок закрыт для рыболовной вообще общественности. И получается, что вот просто с детьми собраться, да, самому, на общественном транспорте здесь куда-то поехать, получается некуда. Проблема глубже, утверждает любитель подводной рыбалки Алексей Ходосов. Под так называемые зимовальные ямы отводят целые участки реки, границы которых нигде толком не обозначены. В результате невольными браконьерами становятся простые жители деревень, которые десятки лет ловили рыбу возле своих домов. А штрафы кусаются. Например, дедушка приехал на берег реки, он уже 4 тысячи штрафов получил, потому что он подъехал ближе, чем на 200 метров. Это совершенно не гуманный закон, как я считаю, несправедливый. Он спустился на лед, пробурил луночку, а это оказывается зимовальная яма, это еще 4 тысячи рублей, 4-5 тысячи рублей. А если он еще поймает, не дай бог, судочка, ну, сантиметров 30, это еще 3,5 тысячи рублей где-то. Порядок в рыболовном хозяйстве давно необходим и сейчас вопросом занимаются. Разобраться нужно не только с ямами, но и с прудами, кому они были переданы и когда. Но там, где водоемы официально и законно оформлены под рыборазведение, действительно нельзя ловить рыбу, хоть даже и за деньги. Зачастую же арендаторы выбирают некую срединную позицию. Это лукавство, то есть это сублимация, некая сублимация между рыборазведением и предоставлением услуги, то есть это незаконно. В чем единодушны все заинтересованные стороны, если сделать рыбалку бесплатной и общедоступной, то уже очень скоро рыбы в области просто не будет. Александр Юров, Геннадий Воробьев, Сергей Малеев, События дня.